Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, давай посмотрим, что он нам принес Беззубик, а принес он нам рыбу. Ох, тихо, 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 зачем мне надо? Фух, сейчас бы Рон слил бы по своей дурости. Так, заберем здесь, о, сундучок. Ну, так себе, 20 рун всего лишь получили, слабовато, это был шестой день. Громелька тут у нас сидит, что-то делает, так, подожди, дай я, еще сундучок вот этот откроем, еще 15 рун. Итого 7613, ладно, древоруб, отправляем за деревом, ветрокрыло отправляем за рыбой. Ну, этого, понятное дело, за древесиной. Так, смотрим. Остановить волну. Пускай останавливает волну. Барсик у нас будет... Что там интересного у Барсика? Подмена. Бесплатно. Так, кривоклык. 10 рун. Решил он мне дать авторитет. И Громгильда. Ночные жути. Тоже бесплатно. Так, зайдем к Йохану. И ничего тут мы не видим полезного. Так, значит, Беззубик это я, наверное, отправлю дальше. Дальше на поиски ищем в данный момент статуэтки, которые совсем, ребят, не хочут искаться у нас. Совсем. Так, подожди, подожди, подожди. Нет, вот, вот эти вот статуэточки. Все, пускай летит. Ну, а мы сейчас будем забирать. Здесь у нас соточка. Сколько, кстати, там нужно для отправки? 686. Нам чуть-чуть не хватает рыбы. Сейчас отправим. Ой, какой там чуть-чуть? Я попутал с древесиной. С древесиной-то еще, конечно, много. Ладно, тогда вот этих отправляем. Пускай они там шоркаются. А вот этого, да, уже можно отправить. Опять на поиски, как говорится, железа. Здесь. Отправляем. Тоже отправляем. Так, а здесь у нас очень... Блин, хотел сказать, очень много древесины, но нет. Слушай, а зачем я так делаю? У меня же еще вот здесь вот есть, например, модифик рылка. Сейчас ищи бесплатно. А этот еще до сих пор в поисках, что ли, да? Долго он, кстати, ищет древесину. Так, это вот за рыбой. Ну и получается, что все, да, пока. Тогда берем бесплатно паки. Первый пошел. Так, монеты Водина. Костелон, Шепот Смерти, Барс и Вепрь. Так, и кто-то нам выпадает еще. А это Крылатый Ужас. Сколько у меня в наличии один, значит, это второй получается. В ангар лети, конечно же. Куда еще ты его? Так, и рекламный за одну глянем. Монеты Водина. Ну и сам пак. Штарморез. Громобой. Звездрык. Так, я смотрю, еще и железо выпало. 20 штук. Шикарно. Так, теперь давай проверим наших драконов. Так, тут сломанный меч достался. А здесь... А здесь листочек. Просто-напросто листочек. Откроем за одну сразу пак. Штарморез. Костолом. И все? Штарморез и костолом. Нормально. Сезонный абонемент. Давай используем тогда. Возможно, мы сейчас получим еще и наградку. Давай, 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 давай. Не жмись. Так, ага. На одну награду мы накопили. Интересно, что у нас тут? Понятно. Светлячки. Две четыреста двадцать у меня. Баночек. Так, открываем набор. Лаварык. Ну что же, лаварык? Надо тебе отправлять в ангар. Сколько это? В наличии один. То есть это тоже у нас второй получается. Справить в ангар, конечно. Набор жетонов. Ну тут так себе награда. И древесину я заберу. Так, и обмен, соответственно. Да, у нас тут два блестящих янтаря. Вот так вот. Но пока вроде бы здесь все. Да, получается, что тут мы все, что могли, забрали. Ну что, друзья. Проходим дальше события. У нас два события. Тут девять часов осталось. Вот как раз его мне нужно сегодня допройти. Это драконий корень распространения. Ну что, попробуем. Поехали. Сразу же начинаем. Загадочный пак у нас будет тут разыгрываться. Возможно, если ему что-нибудь выпадет хорошее. Так, истинный шепот смерти. Водорез. И... Змеевик злобный. Начнем, наверное, с истинного... Шепота. Твою нулево, что творит, а? Так, они, наверное, сейчас будут барсиком мне... Клепать. Стоит ли мне тратить на него грушу? Думаю, что стоит. Ай, чуть-чуть не добил, прикинь. Совсем маленечко ставил хп ему. Надо уничтожать. Так, дальше сюда, наверное, бомбанем. Ну, водорез, понятно, сейчас будет выпендриваться. Злобный змеевик. Так, две волны, кстати, здесь. Это нормально. Ну что, мелкий пройдох. Сейчас будем тебя лупить. Фигня эта полная. Давай-ка, наверное, задебафим его. И уже на следующей ходке мы его завалим. Ну, само собой, будет блокировать. Отнимает здоровье. Плюс сам себя еще восстанавливает. Но все равно этого не спасает. Что у нас тут? О! Блин, древоруб. Блин, древоруб. А эти два шустрых. С этим мы быстренько бы разобрались. Но вот древоруб. Наверное, все-таки начну с него. Так. Ну, так. Пламенем боманул. Что, будут они мне... Ну, конечно же. Конечно же, они будут бомбить того, у кого мало ХП. Тем более еще... Как ты видишь, у него пониженная броня. Найте вам. Кривоклик очень слаб против. Я смотрю, против шустрых. Бомбит вообще ничтожно мало. Промахнулся. Ну что, громорок. Пора тебе отдупляться. Все, ребят. Прошли. Ну, давай крутанем. Посмотрим, что нам тут выпадет. Флот мудрости. Замечательно. Мы один потратили и один сразу же получили. Забираем загадочный пак. И идем с тобой на мини-босика. Давай, 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 давай. Быстрее. Ну что. Мини-босс так мини-босс. Надо только посмотреть, кто там будет. Блин, сегодня два события, ребята. Это да пройдем. И следующее начнем. Так. Два кревета. Два кревета и привета. Ну, то, что хорошо. Они шустрые. Синие. Как раз для нас. Так. Сейчас мы, наверное, задебафим одного. Лучше не... Ага. Все-таки завалил. Я думал, не успеем. Ну что, кревет. Супер удар ты не сделаешь. Ё-моё. Ну, надо же было не так делать-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, слепоту вешать тогда придется? Это просто, чтобы не получить урон. Так, музыка вообще исчезла вся, да? И добивочка. Следующая волна. Тройной удар, значит. Блин. Причем, главное, вот эти вот мини-босики по краям. Ладно. Попробую сделать так. Мне не нравится, конечно, что тут шторморез стоит. Может, хинуть. Ну, а больше всего, конечно, бесит меня тройной удар. Я попробую, постараюсь его завалить. Как можно быстрее. Есть. Все, ребят. Так, ну, видимо, Барсику нашему крышка здесь будет, да? Само собой. Не пожалели они Барсика, его уничтожили. Ну, а я тогда буду уничтожать вот этого сородича шепота. Главное, не позволять ему накопить три энергии, чтобы он не применил свой суперудар. Вот он и остался здесь один. Давай его кусать и добивать. Так, а здесь нам выпадает древесина. 187 миллионов. Ну что, плавненько переходим. На третий поединок. Потом мини-боссик и босс. Так, здесь у нас два громобоя. И это стражи. Твоё, нулево, что такие мощные-то, эй? Блин, замучишься их прокусывать. Дебафить надо. Как только задебафил, понизил им броню, они сразу, ребята, будут нормально разбираться. Так, сейчас кривоклык одного из них уничтожит. Замечательно. Так, а вот здесь вот я не знаю, что нам лучше сделать. Либо дебаф, либо хил. Наверное, ну, всё-таки возьму хил. Потому что этот сейчас применит суперудар. Сто процентов тебе говорю. Но у него не массовый. Знал бы, что так будет, лучше бы дебаф сделал. Так, ну что, барсик? Не ушатал ты его, да? Хильнуться он решил? Вот так, новости. Так, переходим на вторую волну. Начну, пожалуй, я, наверное, с остального капкана. Нечего ему здесь буянить. Привоклык, я надеюсь, ты его добить сможешь. Да, конечно. Куда ему добивать? То, что они доделают промахи, это, ребята, огромный для нас плюс. Я сделаю вот так. Плюс массовую. Надо было, наверное, всё-таки нам чудовище бомбашить. Ну, я так понимаю, ребят, здесь уже победа за нами. Всё. Так, прокус делаем. Уже они тут ничего нам не сделают. Тем более, это вторая волна, последняя. Так что, давай, наверное, сделаем вот так. И прокус. Всё. 262 миллиона рыбы. Так, рыба у меня вообще по фулке уже забита 750. И забираем с тобой ареновский пак, который содержит элитных. Шторморез, Крылатый Ужас, Костолом, Громль, Ужасные Чудовищи, Водорез и Кривоклык. Ну что, мини-босс. Погнали. Будем сейчас смотреть. Два штормореза плюс громобой. Интересно. Ну, громобой мы оставляем на потом. Начинаем, конечно же, со шторморезиков. Так, тихо, парень. Не надо буянить. Да что ж такое-то? Ведь мог же уничтожить его, а? Остал ему немножко хп специально. Ладно, добьюсь здесь. Ну, понятно, начинается вот у них. Надо будет хилеться нам как-то. Промахнулся. Как вариант, наверное, мы просто сделаем укус. Вот так вот. Йок-макарек. Вот это он, конечно, бомбанул. Хорошо, что выжили. Так, давай еще хильнемся. Ну вот, выровнялись. Блин, у него хоть одиночная атака, я имею в виду на одного нашего, да? Бойца. Но отнимает очень много здоровья. Это аж прям бесит. А впереди еще мини-босс, не забывай. Смотрим, кто у нас тут. Ё-моё, это... Два... Две скалы, которые будут глушить, само собой. Начнем с этого. Так, хильнемся еще. Надо вот этого громорога как можно быстрее уничтожить, потому что это бафает он. А этот на трех энергиях, по-моему, может оглушать. Так точно. Ладно, я думаю, все равно мы здесь победить сможем. Ну что, добивку сделаем, да? Сделаем добивочку здесь. А вот сюда вот будем бомбашить уже укусом. Естественно, здесь у нас криво клык рулит, потому что против стражи он вообще топово заходит. Опять сейчас будет кого-то глушить. Ты посмотри, он не выпускает просто. Он не выпускает из-за глушения. Блин, надо было делать слепоту. Сейчас добьют, скорее всего, его. Да, они его добьют. Немножко я удивлен. Что он пошел не туда, куда надо. Так. А может быть, еще и поживем, побарахтаемся. Кого он сейчас будет бомбить? А что ж ты до этого-то барсика бомбашил? Вот объясни мне. Мог же спокойненько добить мне. Ладно. Штарморез, короче, погиб в конце концов. Ну а мы тоже добиваем нашего врага. Выпала древесина. Кстати, древесинка у нас тоже по фулке. Ну что, а вот, ребята, и момент истины. Идем на босса, после которого мы заберем 200 рун. Ну здесь пока ничего страшного я не вижу. Громобой, громорог, плюс костолом. И начну, пожалуй-ка, с него. Он быстрее всех разберется. Так, и выклубку сейву. Раз, два. Так, нам нужно как можно больше здоровья здесь оставить. Для самого боссика. Блин, я не увидел, что он, ребята, он еще и забафался. Ты посмотри, а. Сейчас будет бомбить, кусать. Слушай, он мог бы массовую атаку сделать, но не стал. Подожди, я сделаю, наверное, так и так. Так, этот будет жарить, да? Угу. Хиляемся. И начинаем потихоньку его бомбить. Жалко, что, конечно, кривоклук у меня в отключке был. Он бы ему как можно больше урона нанес бы. Так, еще раз. Подожди, наверное, не хиляться будем, а вот так вот сделать. Лучше, как говорится, с него снизить броню. Угу, хиляется. Тебе хилкопарень не поможет здесь, поверишь. А вот и последний бой. Здесь, значит, два Костолома плюс... Так, они все... Нет, не все стражи. Плюс Громорок. Офиг, босс-то, он же красный. Почему мы его так долго разбираем? Фиолки, вы должны его бомбить вообще на изи. Ну как на изи? По средничку, конечно. А это еще и глушить будет. Три энергии у него. Так, поехали, продолжаем. Хилка есть. Добивай. Ну вот, на одного, как говорится, Костолома меньше. Не забывай, что этот может пробафнуть. Как будет бежать? Слушай, а почему-то боссы, ребята, не пользуются своими этими разбегами. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, чего-то выжидают? Вот, сейчас посмотрим. Опа! Опа, ничего себе! Разыграли они партийку. Значит, этот повесил щиты. А он еще взял себя и захилял. Неплохо. Мы должны уничтожить его. Как можно быстрее. Так, поехали. Раз, два. Так, дебаф. Укус. Ай-яй-яй, я вообще не знаю, на чем он там живет, ребят. Практически он уже все, трупец. Ну, это как всегда. Смотри, полностью ему щит восстанавливает. Нифига вы, ребята. Устроились, я смотрю, здесь есть контакт. Ну что, теперь ты остался один и 100% ты не жилец. Это не тот граммарок, который, ребята, может бафать команду. Это тот, который вешает щиты. Так что, событие пройдено. На колесе нам выпала рыба. Ну и забираем свои честно заслуженные 200 рун. Итого 7827 получается. Неплохо. Так, событие. Опа. Еще награду сейчас заберем. Даже две. Загадочный пак. Со своими монетами Одина. Так, ровно. Две. Три рунки получили всего лишь. Так, и еще одна награда здесь. 250 праздничных свитлочков. Так, давай-ка посмотрим здесь, в этом загадочном паке, что выпадет. Так, душитель. Древоруб. Громобой. Дальше. Так, рыбу я забрать не могу, древесину не смогу. Ну, а раз я не смогу, значит я тогда отправляю. Так, этот уже у нас летает. Вот этого верните, пожалуйста, и... Пускай летит. Кстати, а этих-то я не отправлял же. А надо бы... Мне 82 миллиона, я уже потратил все. А я уже все потратил, к сожалению. Блин, не хватает. Не туда и не сюда. Так, надо еще кого-то за древесину отправить. Ту-ту-ту-ту. Этот не хочет. Этот у нас... Во! Вернись. Лети. Слушай, а ты не помнишь, кто у нас за 999? По-моему, он и прокачивается, да? Да, 972. Мы его прокачаем на 12 уровней. И, кстати, надо глянуть, сколько нам еще нужно... Где моя там великая кузня-то? Вот она. Чтобы ее улучшить... Так, ребята, нам нужно... Нам нужно еще 8 драконов. Прикинь. Ну, один уже есть. Это ветрокрыл. Будет... Останется только 7. Только 7, блин. А это много. 7 еще. Так, теперь я могу еще, наверное, отправить их на прокачку. Хватит у меня, да? Лети. Так, ты там у нас что? Что он делает вообще? Не пойму. Занимается? Тренируется там, что ли? 82. Ать! И чуть-чуть не хватило. Так, ну что, у нас следующее, ребят, событие, которое называется... Муж троноездников открыть. Посмотрим. Длинное, но... Ну, приличное. Поехали, начнем. Кстати, что там за награды? Я что-то не посмотрел. Так, у нас здесь осень, да? Кстати, осень уже скоро будет. Скоро наступит. Ага, здесь две волны. И я вспоминаю, что первый противник будет тяжело разбираться, да? В этой муштре. В этой муштре он будет тяжело разбираться. А второй, по-моему, будет вообще на ези. Во второй волне будет на ези разбираться дракон. Ой. Ну да, дракон. Так, давай хитнемся. Ну, в принципе, его можно и добивать уже. А здесь у нас водорез. Блин, слушай, он тоже какой-то живучий. Что-то не то. Я помню, у нас было событие. У нас первый враг разбирался тяжело. А второй, по-моему, легко. Если я, конечно, что-то не путаю. А здесь они оба тяжело поддаются разборке. Но, тем не менее, все равно, ребята, первую волну мы... Точнее, первую битву мы прошли. Давай крутить колесо. И смотрим, что нам выпадет. Древесина, понятно. И уже загадочный пак. Кстати, в награду нам... Ну, если честно, как по мне, ребята, не очень хорошие здесь финальные награды. Вот руны, конечно, хотелось бы получить. Соточку. Это у нас будет почти 8 тысяч рун. Так, вперед с песней. Там еще полторы тысячи тусклого янтаря заберем. Кто у нас тут? А у нас тут... Престеголовый. Поехали. Тоже, опять же, как всегда, ребята, еле разбирается. Это несмотря на то, что у нас перед ними... Ну, как сказать, не преимущество, но мы на равных. У нас два фиола тоже. Смотри, как он шпарит и как мы бьем. Трэш какой-то просто. Так, в следующем ходу я хиляюсь. Потому что у нас у Барсика мало здоровья. Так, две энергии. Это ему ничего не даст. Ну, а мы... Ну, а мы добиваем. Переходим на вторую волну. Ну, и здесь у нас шепот. Сородич, по крайней мере, его. Дебафим. Поехали. Так. Ну что, большую половину часть здоровья ему у него отобрали. Вот он шпарит, а? Своими фаерболами. И опять, ребята, музыка исчезла, как всегда. Играем в тишине. Давай-давай, плод мудрости. Замечательно. Еще одну грушу мы получили. Так, дальше у нас идет поединок, после которого мы получаем тусклый янтарь. А в переработку я его уже поставить не смогу. Так, тихо. Шепот. Смотри, уже все, ребята, восстановилось, как говорится, нормальное количество ХП. То есть, теперь мы разбираем их быстро. И этот шепот смерти нам... Тихо, подожди, подожди. Нам ничего не сделать. Он не успеет просто-напросто применить свой суперудар. Смотрим на второй волне. Два костолома. С шестнадцатого уровня и семнадцатого. Давай, Кривоклык. Блин, он классно бомбит, конечно. Особенно, если еще у чувачка пониженная броня. Ух, за милую душу. Так, ну что, двойная, да? И плюс прокус. А здесь мы сделаем вот так вот. Чтобы просто-напросто не упендрился. Он же будет сейчас разбег сделать, наверное. Ну, как ты понимаешь, что у нас укладение сработало. Теперь дебафим. В общем, извини меня, костолом, но здесь ты нам ничего не сделаешь. Мы тебя быстрее уничтожим. До свидания. Чутку рыбки получили. Ладно. Вот он, тусклый интег. То есть, мы дойдем... Раз, два. До сторон. Тусклый интег забрали. Поехали. Это предпоследний бой. Кто там у нас? Хоферсон. Тем более, он синий. Синий Хоферсон. Давай, поехали. Сможем его вырубить? В легкую. Ага, тут три волны, кстати. Три волны. Было две до этого. Стало три. Так, пристеголовый шестнадцатого уровня. Блин, как у меня медленно прокачиваются драконы. Барсик, например, до сих пор шестнадцатого уровня. Вот так вот. Эти уже по восемнадцатому уровню получили. Этот шестнадцатого. А те, которые у меня вообще в коллекции, там кто-то двенадцатого, десятого уровня. Слишком слабенькие. Так, кревет и шторморез. Я, наверное, с кревет все-таки начну. Плюс хилку сделаем. Прокус. Я думаю, что да, мы добьем там. По крайней мере, кревета уж точно мы добьем. Так, дальше продолжаем бомбашить. Раз. Раз-два. И вот так вот. Все. Победа. Опять древесины. Мы бы давали приличное количество, а то как-то мало. Ну что, и последний на сегодня у нас поединок. Это мини-босс. Я так понимаю, три волны опять будет, да? Или две? Две должно быть. Три! И мини-босса на трех волнах? Ну это я... Ребят, не знаю, ребят. Это жестко. Надо было нам этого начать валить. Ладно, поехали. Все-таки я его добью. Никуда он от нас не денется. Ты что творишь, а? Они сговорились, да? Специально, чтобы уничтожить мне кривоклыка. Я не позволю. Давай так добьем, наверное, его. Опачки. Слушай, дай-ка я, наверное, так все-таки сделаю. Я перестрахуюсь, друзья. Я не хочу, чтобы кривоклык у меня здесь погиб. Он мне нужен. Тем более не забывай, что мини-босс будет впереди. Сейчас будет кого-то два раза жевать, да? А нет. Он решил усилиться. Ну и зря. Так, хильнемся. Промахнулся. Молодец, красавчик. Так и делай дальше. Чисто на промахах мы тебя одолеем. Есть. Так, ну а здесь у нас мини-босс. Как ты видишь, это и Костолом, и Ветрокрыл. Поэтому сейчас я начну с Костолома. А этого, наверное, попробуем, ребята, через слепоту пустить. В принципе, должно сработать. Так, Барсик атакует. Ну и все, как я и хотел, ребята. Через слепоту будем его пропускать. И, соответственно, он ничего нам не будет делать. Только вот отхил у него все равно срабатывает. Пускай маленько, конечно, но он срабатывает. Накапливаем с собой две энергии. Опять же, вешаем слепоту. Ну и все в таком-то духе. То есть, как бы, на наше счастье, этот мини-босс ватный. Все у нас хорошо тут получилось разыграть. Вот. Применяет он свою заморозку. Которую, соответственно, не прокатывает. Из-за его слепоты. А вот теперь... Поехали, ребят. Теперь будем жестко дебафить и начинать его уже уничтожать. Потому что пока он там энергию свою накопит, мы уже успеем два раза накопить слепоты. Вот и все. Древесины 75 миллионов получили. Ну что, ребята, забираем наши 100 рун. И все. На сегодня нам пока больше делать-то и нечего. Так, заберем монетки Удина. Древоруб. Так, немножко рун. И древесина. Ну, древесину мне потратить некуда. Абсолютно некуда потратить. Хотя можно вот это вот сделать. Пускай летит, собирает. Там, правда, не так уж много железа. Всего 9 штук. Но, тем не менее. Эти у нас сидят тут, отдыхают. Может, его обучить отправить? А, нехватка. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Нехватка. Все равно нехватка будет. Да. Ну что, друзья. На этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.